Израиль В современном христианстве существует широкий спектр учений и толкований, берущих свое начало из текстов Священного Писания. Для того, чтобы лучше понять, что говорил Иисус Христос в своем учении, что могли услышать Его современники, мы отправились с вами в Израиль. И вместе с нами здесь сегодня Александр Болотников, эксперт в области христианства и иудаизма. Александр, почему вы пригласили нас именно сюда? Мы сейчас стоим на одной из самых высоких точек, с которой видно озеро Кенерет. Вот прямо находится город Тверия, Тивериада. А вот сейчас мы по этой дороге направляемся на место, известное многим христианам как Гора Блаженств. Скорее всего, на мой взгляд, то место, которое сегодня называют Горой Блаженств, могло подходить под тот пейзаж, под то расположение, где Иисус мог собрать большое количество людей и преподавать там. Вот мы и пришли на одно из мест, которое считается, что Иисус здесь преподавал своим ученикам Нагорную проповедь. Ну и действительно, это возможно и могло быть тем местом. Посмотрите на этот склон. На этом склоне очень хорошо могли сесть много народу. И, кстати говоря, то, что я говорю отсюда, очень хорошо слышно там наверху. То есть география места позволяет хорошо услышать там голос говорящего внизу? Да, таких мест несколько есть вокруг озера. Ну, это как бы считается традиционно. Мы находимся сейчас прямо на берегу Галилейского моря, озера Кенерет, которое мирно плещется у наших ног. Периодически вскидывается здесь рыба, здесь до сих пор водится та тилапия, которую вылавливал Петр. Подается в ресторанах вокруг. А вот прямо сейчас я смотрю на гору блаженства. И вот, говоря о законе в Нагорной проповеди, Иисус очень конкретно говорит, я не пришел нарушить закон, но исполнить. Очень интересно, что Иисус говорит о законе, и в современном христианстве как раз существует некое такое противоречие в учениях, толкованиях, что Иисус Христос, по мнению некоторых, вместо десяти заповедей Моисея дал своим последователям, христианам, две заповеди. И это достаточно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душой твоей, а также ближнего твоего, как самого себя. И это все. Десять заповедей – это прошлое. Да, это один из классических примеров, насколько современные христиане вырывают священное писание из его историко-культурного контекста. Действительно, в Евангелии от Матфея нам рассказывается история, это 22 глава, о том, как фарисей подошел к Иисусу и спросил, какая наибольшая заповедь в законе. Ну, здесь немножко надо рассказать о том, как понимали закон фарисеи. Фарисеи понимали, что Тора состоит из 613 заповедей. Ну, откуда они это число взяли? Число немножко символическое. Но если вы возьмете Тору, пять книг Моисея, и начнете считать каждое предложение, в зависимости, как вы его разобьете, то у вас получится где-то от 590 до 630, и усредненно 613. И именно этим хотел уловить Иисуса фарисей, задав вопрос, а из этих заповедей какая самая главная заповедь? Ну, Иисус отвечает, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всеми помышлениями твоими. Это первая и наибольшая заповедь. И здесь как раз, если мы говорим о том, что Иисус дает эту заповедь как новую, то мы просто проявляем свое невежество по отношению к тексту Священного Писания. Слова «возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всеми помышлениями» являются частью второзакония 6 глава 4 стих. Это известная иудейская молитва шма. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всеми помышлениями твоими». Вторая заповедь, которую говорит Иисус, это заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Это тоже, оказывается, не новая заповедь. Она записана в книге Левит, 19 глава, 18 текст. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего как самого себя». То есть Иисус взял две заповеди из Торы. А почему Он эти заповеди взял? Потому что Он говорит, на сих основан закон и пророки. То есть эти заповеди являются фундаментальными принципами, так называемой, как будто это конституция, на которой построен весь остальной закон. Я не могу открыть ничего нового, как иудеи, с точки зрения моральных ценностей и иудаизма. Иисус их только, возможно, представлял немножко по-другому и создал на этой базе свои учения. Но, тем не менее, база – это еврейские ценности. Те моральные ценности, которые пославлял и учил Иисус, они не чужды для меня. Потому что, во-первых, я понимаю, что Иисус, как иудей, рассказывал о этих ценностях, как Он узнал об этом из наших книг. Мы с вами находимся в очень интересном археологическом парке. Этот город называется Хоразин или Хоразин. Он упоминается во многих исторических источниках. В частности, Талмуд пишет о том, что это был один из средних городов Галилеи. Александр, это случайно не тот Хоразим, о котором Иисус Христос говорит «Горе тебе, Хоразим»? Да, это именно тот Хоразим. А в связи с чем так Христос сказал? Ну, вообще, здесь мы сталкиваемся с очень интересной раввинистической риторикой Иисуса. Обратите внимание, горе тебе Хоразим, горе тебе Вифсаида. Вот Вифсаида тут за этими горами. А недалеко находится Капернаум. Капернаум – это город, который принимал Иисуса. То есть, то, где мы с вами находимся сейчас, это место, где Иисуса любили, принимали. В отличие, например, от Иерусалима, который к нему относился, в общем-то, с высока иерусалимляне на Иисуса смотрели. То есть, Иисус здесь очень много проповедовал, и жители этой местности очень много проповедей его слышали. Да, да. Но тут это очень хороший пример контекста, насколько важно нам все читать в контексте. В контексте «Горе тебе Хоразим, Тиру и Сидону будет легче». В контексте здесь идет рассказ о том, как Иоанн Креститель, находящийся в темнице, присылает учеников своих и спрашивает, это тот или не тот. Да, мы знаем, Иоанн немножко ослабел духом. Но когда Иисус видит, что ученики Иоанна Крестителя, которым он на него показал, все агнец Божий, теперь бегают его и спрашивают, ты тот или не тот, естественно, Иисус понимает, что эти ученики до конца все-таки еще не утвердились. И поэтому, когда он говорит «Горе тебе Хоразим, горе тебе Капернаум», он эти слова говорит не с проклятием, а с целью воспитания. То есть это такое… Чтобы они задумались о чем-то. Да, да, это не то, что типа «Ах, вы, как говорится, как фарисеи». Он не так, он типа «Как вам не стыдно, что вы не знаете?» Знаете, это как учитель, который обучает учеников, он хочет, чтобы они понимали его. И поэтому здесь мы видим этот прием «Тиру и Сидону будет легче». Тир и Сидон – это жуткие языческие города. Там одна женщина из Сидона пришла и приняла Иисуса, сколько язычников отвергли. Но здесь мы как раз видим, сталкиваемся с вот очень важным раввинистическим приемом, который называется гипербола. То есть преднамеренное преувеличение. Чтобы встряхнуть и заставить задуматься, что ты столько знаешь и вот как-то не реагируешь. Ну да, таких примеров масса, например. Если искушает тебя правый глаз твой, вырви его, да. Но это не означает, мы все подвержены искушению, что мы будем каждый ходить с повязкой, с вырванными глазами. Нет, это один из приемов, которым пользуются раввины для того, чтобы чему-то научить своих учеников. Есть такая история. Были два основателя фарисейского иудаизма, два раввина – Шамай и Гилель. Они жили во времена Ирода Великого, то есть они были в то время, когда Иисус только родился. И вот, кстати говоря, фарисеи, с которыми Иисус вел дебаты, это были ученики Шамая и Гилеля. Но Шамай и Гилеля – это были две противоположности. Ученики Шамая имели свою позицию по многим вопросам, ученики Гилеля имели свою позицию. Вот, например, такая история. Приходит язычник к Шамаю и говорит, научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Если научишь, я обращусь. Шамай прогнал его лопатой. А Гилель обратил. Что же сказал ему Гилель? Он ему говорит, не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора, а остальное – комментарий. Иди и изучай Тору. Именно это имел в виду Иисус, когда показал два фундаментальных принципа – люби Господа, люби ближнего. Кстати, позиция его в данном случае очень конкретно совпадает с позицией Гилеля, который увидел, в отличие от Шамая, Гилель увидел, что есть фундаментальный принцип закона, а все остальные законы – это комментарий, разъясняющий эти фундаментальные принципы. Александр, мы с вами говорили о законе Божьем и о том, как его понимали современники Иисуса Христа, и в частности раввины, учителя, которые имели свои школы. Вы сказали относительно раввина Гилеля, что он, когда его спросили, что самое главное, он говорит, вот главное – люби ближнего твоего, как самого себя. Если это будет, то ты, в принципе, соблюдешь весь закон. Но вы при этом не упомянули заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим». Где эта заповедь в учении раввинов? Вы знаете, это очень важный вопрос. Дело в том, что в Талмуде слова Гилеля не цитируют заповедь «Возлюби Господа Бога». Интересно, что в Евангелии от Луки у нас есть сведения именно об этом принципе, как его преподавали раввины. Вот сейчас мы находимся в старой синагоге Капернаума. Вот это синагога V века. Однако под ее фундаментом находилась оригинальная синагога I века, начальником которой был Иаир. И вот в этих местах Иисус учил многократно. И однажды к нему подошел один фарисей. Эта история описана в 10 главе Евангелия от Луки. И этот фарисей задает ему конкретный вопрос. Как мне наследовать жизнь вечную? На что Иисус ему спрашивает. Что ты знаешь об этом истории? А фарисей ему отвечает. Я знаю, что в Торе написано. Люби Господа Бога всем сердцем своим. И люби ближнего, как самого себя. Так получается, Александр, в этом случае просто народное сказание о Гелеле не донесло до нас первую заповедь, как бы главную о любви к Богу. Но на самом деле фарисеи очень хорошо знали, что закон Божий объединен в этих двух заповедях. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Абсолютно правильно. Александр, так в этом случае, если Иисус говорит, мы читаем в Евангелии от Матфея, я пришел не нарушить, но исполнить закон, может быть, Иисус исполнил закон, и в принципе теперь уже всем христианам не надо уже его исполнять? Это, Василий, типичный пример того, как прочтение текста вне контекста может полностью изменить наше понимание учения Иисуса с точностью до наоборот. Вообще, Нагорная проповедь, если на нее посмотреть внимательно, она очень сконцентрирована вокруг закона. Она начинается словами «блажен». Десять раз повторяются слова «блажен», 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 «блажен». Это такое же самое слово «блажен», по-еврейски ашрей, встречается в первом псалме. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей. И дальше идет следующая фраза. Но в законе Господа воля его. А посмотрите Нагорная проповедь. Блаженны, нищие, блаженны, кроткие, десять блаженств. После этого не думайте, что я пришел нарушить закон. Интересно, что Нагорная проповедь начинается идеей о законе и заканчивается идеей о законе. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Спасибо, Александр, за то, что мы смогли, придя сюда, на это место, называемое Горой Блаженств, где Иисус Христос дал заповеди блаженства. И они не были ничем новым. И все, что мы сегодня говорили, это меня очень сильно вдохновляет в том, что я еще раз для себя услышал принципиальную ценность того, что Бог не изменяется. У нас у людей законы могут меняться. И меняются они не только каждый год, а то и чаще. Но у Бога Его закон, он неизменный. И это Иисус Христос подтвердил тем, что, в принципе, мы с вами говорили, Он сказал, небо и земля быстрее пройдут, нежели закон Божий изменится. Пусть наши мысли будут, как сказал об этом псалмопевец Давид в первом псалме. И день, и ночь размышлять мы будем о законе Божьем. И в этом будет благо для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...